Космос – это мы. Традиция стала доброй. Наш урок проходит по всей территории Российской Федерации и в 81 стране мира. Кагаринский урок в этом году посвящен 30-летию программы «Буран», 20-летию нахождения Международной космической станции на орбите Земли и 55-летию полета всеми нами уважаемой первой женщине-космонавта Валентины Владимировны Терешковой. Да, тем для Кагаринского урока действительно немало. Получив серьезное развитие еще в середине прошлого века космоса, его освоения по-прежнему остаются направлениями, которые интересуют людей во всем мире. А многие мальчишки до сих пор живут надеждой покорять небесные просторы. Такие образовательные мероприятия позволяют ребятам открыть для себя эту необъятную сферу еще больше, узнать много нового и интересного. Это же космос, мы же узнаем его с каждым днем, запускаем новые ракеты, новые марсоходы, луноходы. А вообще много уже и так узнаем. Специально ко дню космонавтики специалистами Российского центра науки и культуры в Бресте была подготовлена тематическая выставка. Портреты известных космонавтов, зарисовки их визита в разные уголки мира, а также макеты техники. Экспонаты, которые сегодня представлены на выставке, это, ну, получается, плод нашего собирательства в течение вот этих пяти лет. Поскольку за это время получилось 55 лет первого полета в космос, затем выхода Леонова в открытый космос, 50 лет случилось, затем 60 лет спутнику, 100 лет генеральному конструктору. И, собственно, все это находило отражение, естественно, вот в подборке наших этих снимков. Гагаринский урок – тема, объединяющая. Это хорошая возможность приобщить молодежь к миру науки, а также наладить диалог между странами и их народами.